Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы начинаем изучение курса «Современные США». Первой темой курса станет лекция под названием «Ретроспективный взгляд на историю США». Дело в том, что, несмотря на то, что курс называется «Современные США», чтобы понять, что такое современные Соединенные Штаты Америки и кто такие современные американцы, нам нужно обратить свой взгляд вглубь веков, посмотреть на то, что было здесь многие тысячелетия и века назад, то есть посмотреть на историю формирования американской нации. Это и будет целью нашей сегодняшней лекции. Мы поговорим об истории освоения американского континента, о древнейших цивилизациях, которые существовали на американском континенте, немножко поговорим о культуре и бытии индейских племен, карте их расселения и о начале первых контактов с европейцами. Первые следы пребывания человека на территории Америки восходят к 12-му тысячелетию до нашей эры, когда настоящие первооткрыватели Северной Америки, это племена, кочевые племена охотников-собирателей Сибири, добрались до нынешней Аляски. То есть это путь был на восток евразийского континента, через Чукотку на Аляску. Сейчас между этими континентами находится Берингов пролив. Но тогда, примерно 14 тысяч лет назад, пролива не было, был ледниковый период и уровень моря был примерно на 90 метров ниже. И благодаря этому между Евразией и Америкой существовал такой сухопутный мост, скорее такой большой ледник протяженностью почти тысячи километров. И вот по этому леднику с запада на восток, из Евразии в Америку, шли мамонты, другие животные, и за ними шли кочевые племена охотников и собирателей. И первая такая неоспоримая дата присутствия человека на территории американского континента, это 1200 год до нашей эры. К этому времени относятся наконечники археологической культуры Кловис, древнейший в Соединенных Штатах Америки. Впервые наконечники этой культуры нашли рядом с костями мамонта на территории современного штата Нью-Мексико. И затем подобные наконечники были найдены на территории 48 штатов США. Через Аляску прошло по меньшей мере три волны миграции. После первой волны, о которой мы только что говорили, через 5000 лет в Америку пришли племена Надены или Атапаски. Это предки индейцев Хайда и также Наваха и Апачи. А третья волна последовала спустя еще 2000 лет. Ее представители поселились на севере с арктическим климатом и стали предками нынешних олеутов и инуитов. Надо сказать, что самые высокоразвитые цивилизации доисторической Америки существовали в Центральной Америке на территории современной Мексики, где еще в 1200 году до н.э. возникли культуры майя на полуострове Юкатан и ацтеков в Перу. Также можно упомянуть развитые цивилизации альмеков, сапотеков, тарасков, инков, культуры Чевин, культуры Хоуповел и многих других. Если говорить о сегодняшнем положении дел, то сейчас в США насчитывается официально признанных властями 565 индейских племен, которые говорят на 150 языках. Наиболее крупным по численности индейским племенем является племя Чироки. Их представители насчитываются свыше 310 тысяч. Затем по численности идут племена Наваха — 280 тысяч. Более 115 тысяч насчитывают племена Сиву и Чепева, а также племена Аджиби, Чокта, Пуэбла, Апачи, Ирокезы, Эскимосы и многие-многие другие. Надо сказать, что большинство индейцев сейчас проживают на территории резерваций. Количество резерваций в современных США — 563. Они расположены в 26 из 50 американских штатов и занимают примерно 2% территории страны. Больше всего индейцев проживает в штате Калифорния, их примерно 740 тысяч. Свыше 400 тысяч проживает в Оклахоме и 366 тысяч проживает в штате Аризона. Долгое время индейцы не имели гражданских прав в США. Они не платили налоги и поэтому гражданами США не считались. И гражданские права индейцы получили только в 1924 году, как вы видите, меньше 100 лет назад, по специальному закону. Что касается истории расселения индейцев в резервации, это очень трагическая история. Индейцы вытесняли с их местопитания вглубь континента и потом это приняло форму официальных законов от 1871-1887 годов, когда индейцев, в общем, уже насильно переселили на очень непригодные для жизни места в середине американского континента. Правда, впоследствии на этих территориях также нашли полезные ископаемые и тогда по закону индейцам было разрешено выходить из резервации, продавать свои участки земли, что многие из них и сделали, и так индейцы стали терять даже остатки своих земель в резервациях. Мне довелось побывать в двух индейских резервациях. Это племени Пикуотов в Калифорнии и на озере Пирамид Лейк в Неваде в резервации индейцев племени Паютов. И вот положение там совершенно разное. То есть дело в том, что индейские резервации — это территории, освобождаемые властями США от уплаты налогов, и поэтому к индейцам стали приходить богатые люди с предложением открыть на территории резервации казино, отели, рестораны. И те индейцы, которые пошли на это, сейчас живут очень неплохо, они получают процент от прибыли от всех этих доходных заведений. Но далеко не все индейцы смогли так хорошо устроиться во многих резервациях. Либо не пришли сюда эти инвесторы, либо индейцы отказались принимать подобные инвестиции, потому что не хотели, чтобы нарушалась экосистема. Вот индейцы Паюты, которые живут на берегах Пирамид Лейк, они отказались, чтобы на территории их резервации были открыты казино, отели и рестораны. И по-прежнему живут добывая рыбу, охотясь и занимаясь индейскими народными промыслами. Надо сказать, что в последнее время индейская культура стала очень популярной, начиная с музыки, знаменитая индейская флейта. Кроме того, в мире очень много людей, которые считают себя индейцами. Это движение так называемых индианистов. Это люди, которые в детстве посмотрели с удовольствием фильмы про индейцев. «Винитусын» и «Чучуна», «Чингачбук большой змей», «Белые волки» и многие другие фильмы. И стали ощущать свою какую-то причастность к тому или иному индейскому племени. Раз в год они собираются на свои ежегодные собрания. Это так называемые Пау-Вау фестиваль. На подобные фестивали собираются и, собственно, коренные жители Америки раз в год, чтобы пообщаться, одеть на себя национальные костюмы старые, вспомнить историю своего народа, обменяться какими-то новостями, продать какие-то свои поделки. Самое главное – общение в этих фестивалях. И надо сказать, что индейцев в последнее время по переписям становится все больше. Причем по последней переписи 2010 года примерно миллион восемьсот тысяч американцев считают себя чистокровными индейцами. И еще почти три миллиона считают себя индейцами в большей или меньшей степени. То есть если чувствуют, что в них там хоть какой-то процент есть индейской крови. Таким образом, в трехсотмиллионном составе населения США индейцы занимают примерно 1,6%. Что касается первых контактов с европейцами, то здесь все очень сложно, есть разные теории. Дело в том, что когда оледенение прошло и появился вот этот Берингов пролив, то есть Чукотка и Аляска стали разделены проливом, то дальше существует два вида теории. Есть ученые-изоляционисты, есть ученые-диффузионисты. Изоляционисты считают, что вот после этого американский континент развивался совершенно самостоятельно и никаких палеоконтактов ни с кем не было. А диффузионисты, вы знаете, термин диффузия, это химический термин, назначает смешение, они говорят, что эти контакты были. И именно поэтому, допустим, пирамиды у ацтеков похожи на египетские пирамиды, ну и так далее. И что были поля-контакты вот и между африканцами, и европейцами, и индейцами с одной стороны, и жителями Юго-Восточной Азии с другой стороны. Самым виднейшим диффузионистом считается Турхей-Ирдал, который вот предпринимал плавание на Бальцевом плоту или там на Камышевых плотах, Контики, Ра, так сказать, чтобы доказать возможность существования таких палеоконтактов. Но так или иначе, считается, что первый европейец вступил на Землю Нового Света 12 октября 1492 года, когда испанские мореплаватели во главе с Колумбом высадились на одном из Багамских островов. Местные юрители индейцы называли свой остров Гуанахани, а Колумб назвал этот остров Сан-Сальвадор. Святой Спаситель, в переводе с испанского, потому что то, что он нашел этот остров, высадился на нем, это спасло его экспедицию и, возможно, его жизнь. Дело в том, что незадолго до этого команда каравелла Колумба взбунтовалась, не захотела плыть дальше, считая, что это все бесполезно. И Колумб попросил три дня еще, что мы три дня еще плывем на запад, и если ничего не находим, то поворачиваем назад. И вот на второй день этот остров был обнаружен, и таким образом началось открытие Нового Света и его активное освоение европейцами. Поэтому в Америке сейчас 12 октября отмечается ежегодно, как Columbus Day, день Колумба, день, когда Колумб открыл Америку. Но дело в том, что еще задолго до Колумба, то есть примерно за 500 лет, около 1000 года нашей эры, в Северной Америке побывали викинги, волковец с знаменитым Лейфом Эриксоном, который примерно в 1000 году достиг берегов Северной Америки. И на острове Ньюфаумленд основал поселение. Ньюфаумленд викинги называли Винландом, землей винограда. Возможно, тогда климат был гораздо теплее, чем сейчас, и там можно было действительно выращивать виноград. И вот, когда американские археологи нашли, остатки вот этих поселений викингов на территории Северной Америки, было доказано, что они побывали здесь гораздо раньше Колумба, и теперь в Америке еще 9 октября отмечается день Лейфа Эриксона, чтобы соблюсти такую историческую справедливость. Ну, а полноценное освоение Северной Америки европейцами началось все-таки несколько позже, в 16-17 веках. Об этом мы поговорим уже на следующем занятии, на следующей лекции. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok